Короткая, но очень важная новость из Челябинска. Там бывший вагнеровец приехал и начал нападать на людей с ножом. В общем, за что боролись, на то и напоролись, как бы это смешно ни звучало. Но его ликвидировали полицейские, но это не единственный и не первый и даже не последний случай, когда российский военный, да, кто он, бывший зэк, возвращается с войны, амнистированный, помилованный, не знаю, в общем, очищенный и продолжает убивать уже на свободе. Я напомню, что я не военный эксперт, не претендую на военного аналитика. Мы с командой собираем информацию из разных источников, пытаемся ее проверить, сверить и выдать вам в таком виде, в котором было бы максимально понятнее. Поехали. Начнем мы, пожалуй, с самого или одного из самых интересных. Российские пропагандисты продолжают удивлять своим креативом. Ну вот, допустим, КОЦ радостно сообщает, что российские подразделения сбрасывают с дронов на позиции ВСУ аудиоколонки, которые транслируют призывы сдаться под музыку. Подается это как что-то новое, революционное. С колонок, мол, раздаются фразы, вроде, ваше положение безнадежно, сдавайтесь, иначе будете уничтожены. В качестве примера, почему, откуда они это взяли и почему они думают, что это сработает, россияне упоминают действия американских войск в Ираке, которые использовали громкую музыку, чтобы деморализовать противника. Ну, как и советская армия в Афганистане тоже, которая обрушила на позиции моджахедов тяжелый рок. Но американцы хотя бы призывали сдаться. Ну и немцы во время Второй мировой войны тоже такое использовали. И они тоже призывали сдаться. А вон эти тяжелый рок просто включают, чтобы морально кого-то подавить. Морально подавить тяжелым роком, ну, разве что Надежду Папкину, или разве что Шамана включить, тогда можно как-то морально подавить. Ну, и то просто захочется выключить или расстрелять эту колонку. Ну, а есть один нюанс. В украинских источниках и данных независимых наблюдателей нет ни одного подтверждения тому, что это воздействие оказалось хоть сколько-нибудь значительным. Разве что они будут скидывать с вертолетов, с самолетов вместо колонок самого Джигурду, который будет оказывать негативное моральное влияние. Как показывают данные независимых аналитиков и осинт-исследователей, эффективность таких методов, ну, она довольно сомнительная. Пример из Ирака. Согласно исследованиям The Atlantic, воздействие громкой музыки приводило только к кратковременным эффектам, которые в дальнейшем оказывались почти незаметными для боеспособности противника. Современные украинские солдаты, находясь в условиях постоянной боевой готовности, попросту игнорируют такие звуковые атаки, ну, а изображаемый эффект на российском ТВ больше похож на какую-то пропагандистскую попытку показать мощь российской армии, ну, или сколько у них колонок китайских. Там, где реальных успехов достичь не удалось, мы забросаем звуком. Не имея подтвержденных данных о сдаче или массовой панике среди ВСУ, можно предположить, что эффективность таких методов, ну, мягко говоря, преувеличена. Эффективность следующих методов точно не преувеличена. Ситуация с гражданскими на оккупированных территориях приобретает все более мрачный оттенок. Согласно сообщениям украинских уже блогеров, украинских пабликов, Кирилл Сазонов об этом пишет, об этом пишет глава Центра противодействия дезинформации при РНБУ Андрей Коваленко, пишут они, что в Селидово в Донецкой области зафиксированы случаи расстрелов мирных жителей российскими военными. На улицах, не подвергавшихся интенсивным обстрелам, были обнаружены тела гражданских, которые указывают на преднамеренное убийство после захвата города. Ну, или той части города, которую удалось захватить. Эти свидетельства подтверждаются видео с дронами, с дронов, которые фиксировали кадры с трупами, лежащими на улицах, вдали от всех разрушений. Один из украинских военных сообщал, что российские солдаты публично расстреляли двух женщин на глазах у местных жителей. Случай этот не единственный и тоже не последний, к сожалению. Коваленко также отметил, что в Мирнаграде с беспилотника был убит мирный житель, который просто ехал на велосипеде. По данным Amnesty International и ООН, подобные случаи уже были зафиксированы в Буче-Ярпене весной 22-го года. Ну, то есть, мы все и так об этом знаем, но фиксация подобных преступлений, военных преступлений, это очень важно. Тогда расследования показывали, что в ряде захваченных городов российские войска систематически убивали мирных жителей. Это действительно военное преступление. Исторические параллели здесь напрашиваются сами собой. Во время Второй мировой войны Вермахт также проводил карательные операции на захваченных территориях, пытаясь деморализовать население и вероятное сопротивление. Но самые ужасные действия они делали, когда откуда-то уходили. Ну, когда уходили, особенно в отчаянии. Подобные преступления, в свою очередь, только усиливали партизанское сопротивление и провоцировали ответные действия. Именно поэтому самое жесткое было тогда, когда они уходили, отходили откуда-то. Более того, российская сторона, несмотря на постоянное заявление о соблюдении прав человека, предпочитают умалчивать о таких случаях в своих медиа, но зато активно освещают, как кто-то там, как, допустим, в СУ обстреляли горловку, и сколько же там людей погибло. Ну, точнее, и это только текстом, потому что видео, получается, у них редко. Ну, а вот украинские паблики и западные правозащитные организации регулярно публикуют информацию и фотодоказательства, которые вскоре становятся основой для обвинений в адрес российских военных. Вот, например, зафиксированы случаи в Херсонской области, где российские беспилотники наносят удары по гражданским объектам, подтверждаются спутниковыми снимками, live-you-a-map и отчетами независимых наблюдателей. Российские же паблики предпочитают избегать этой темы вовсе, вместо этого акцентируя внимание на разгроме украинских войск. И, видимо, вот этот гражданский на велосипеде, это был какой-то генерал. И продвигаются они на юге так называемой ДНР, просто молниеносной и стремительной. Ну, а что, собственно, на фронте? Давайте продолжим с этим. Если верить российским пабликам, то ВСРФ уже прямо на грани триумфального шествия через весь Донбасс. Туда и обратно, видимо. Варгонза, русская весна, представляют дело так, будто украинская армия теряет один населенный пункт за другим. Якобы ВСРФ освободили Селидова, ну, Богоявленку, это Министерство обороны даже пыталось подтвердить Измайловку, и еще несколько населенных пунктов. На этом фоне россияне приводят слова немецкого журналиста Юлиана Ребки из издания Bild, который якобы уверяет, что фронт со стороны ВСУ, конечно, рушится, и Киев вот-вот потерпит поражение. Но тут есть тоже один, с позволения сказать, затык. Реальные данные со спутников и карты, например, Дипстейт, показывают совершенно иную картину. Даже в Богоявленке, где россияне якобы продвинулись, якобы ее захватили, ВСУ продолжает удерживать большую часть позиций, которые были раньше. Да, ситуация очень сложная. На самом деле ситуация сложная. Не хватает людей, как всегда не хватает боеприпасов, как и на протяжении всей этой части войны, всей широкомасштабной войны. Украинская сторона подтверждает, что бои идут, но о каком-либо падении фронта речи, может быть, пока, но нет. Официального подтверждения этому нет. Ну и согласитесь, если бы фронт действительно посыпался, развалился, я не знаю, обвалился, обрушился, то российские толпы, наверное, бы продвигались вперед как-то быстрее, а не в неделю сообщали о взятии под контроль части половины населенного пункта. Карты Deep State Live View Map наглядно демонстрируют линии фронта, на которых нет особого продвижения россиян. По словам украинских аналитиков, даже в районе Селидова, который россияне уже объявили освобожденным, продолжаются бои. ВСУ активно удерживают оборону там, проводят точечные контратаки, и тут для проверки вы можете вспомнить историю с Углидаром. Мы получали с одной и с другой стороны информацию о том, что Углидар не удержать, о том, что все там плохо, и войска отходят со своих позиций. Мы об этом говорили, и много было информации в сети об этом. Так или иначе, даже если жесткую цензуру вести, она все равно просачивается как-то, ну, хоть какие-то отголоски. Здесь про отход с Селидова речи никакой нет. Ну, только россияне его уже второй раз берут, а украинские официально не подтверждают. Историческая параллель здесь тоже есть. На протяжении Второй мировой войны фашистские войска также часто объявляли захват крупных городов, в то время как сопротивление продолжалось еще на подступах к ним месяцами. Сегодня российская пропаганда повторяет ту же самую схему. Картинка успеха, она не находит подтверждения в реальности, а потом российские войска стараются всеми силами, вылезая из кожи, взять те позиции, которые российское телевидение уже взяло. Российские военкоры пишут о том, что ВСУ не способны поддерживать оборону, но данные украинских пабликов и независимых аналитиков показывают, что на большинстве направлений, включая Куптинск и юг Донецкой области, украинская армия сохраняет контроль за ключевыми точками. Теперь давайте к Курской области. Российские паблики, такие как старшие Эдды, допустим, заявляют о колоссальных потерях среди украинских сил и попытках ВСУ проникнуть вглубь российской территории и дальше. По словам Сергея Брачука, допустим, с украинской стороны, уже независимых хосинт-аналитиков, все сводится к незначительным приграничным обстрелам и тактическим перестрелкам, которые российская пропаганда раздувает до уровня сражений. Приграничных имеется в виду не граница России и Украины, а вот эта линия соприкосновения. Карты Live View Map, отчеты местных жителей, подтверждают, что приграничный инцидент – это скорее тактические маневры и обмен артиллерийскими ударами. Ну, то есть такое было, в принципе, на протяжении последних нескольких лет. Но никакого вторжения на российскую территорию просто не происходит. На фоне всего этого, на фоне всеобщей любви российских пабликов и военкоров, так называемых военблогеров, к Северной Корее, это становится уже какой-то эпидемией, как они хвалят Северную Корею, как там классно, и как нужно всем ехать в Северную Корею. Не спешите, скоро Северная Корея будет у вас. Уже почти, в принципе. Так вот, на фоне всего этого, не буду мучить вас с северокорейскими войсками. Вот когда придут, когда попадут в плен первые, тогда мы с вами еще раз об этом проговорим. И я скажу, а, я же говорил. В том числе Архангел спецназа, Колонел Кассат, другие российские так называемые военкоры сообщают о водружении флага РФ в разных освобожденных поселках, которые по факту продолжают оставаться полем боя, потому что даже на видео видно, как российские оккупанты оставляют флаг и сваливают оттуда. Напоминает один из эпизодов Крымской войны, когда войска обеих сторон не раз поднимали флаги на временно удерживаемых позициях, затем оставляли их в поисках более выгодных рубежей. Ну, то есть цель войны, цель вот этого этапа российского, наверное, понатыкать больше флагов. Может, они думают, чем больше флагов, тем больше захватил? Или думают, что за флаги украинские силы обороны не будут заходить? Может, не знаю. Но как тогда, так и в нашей ситуации. Здесь водруженный куда-то флаг, особенно если это гора какой-то земли, курган, песка, не знаю, еще чего-то, водруженный флаг не гарантирует долгосрочного контроля и не гарантирует того, что кто-то спешно оставит населенный пункт просто из-за того, что кто-то куда-то флаг воткнул. Ну, а скорее всего, просто часть информационной войны, когда у них закончатся флаги, интересно. Кроме того, активность украинских сил в районе Купенска и на Сватовском направлении, о которой часто упоминают и российские, и украинские источники, демонстрируют, что ВСУ, в принципе, успешно применяют тактику гибкой обороны. Не только ВСУ. Кстати, когда мы говорим ВСУ, мы подразумеваем все силы обороны, но остальные элементы, остальные подразделения украинской армии, я думаю, им обидно, что мы их не вспоминаем, поэтому силы обороны Украины. Тактика, которая похожа на применявшуюся американцами во Вьетнаме, позволяет создавать условные коридоры, через которые силы противника заманиваются в ловушки, а затем уничтожаются прицельными ударами или обстрелами. Поэтому, если вы слышите, что россияне взяли какое-то там, какое-то село, водрузили куда-то флаг, а украинские войска они оттуда якобы выбили, то может быть такое, что украинские войска оттуда отошли, пустили россиян и потом на пристреленное место отработали артиллерии. Такое тоже, это абсолютно не военная тайна, это абсолютно не секрет. По данным Дипстейт, независимых западных аналитиков, несмотря на постоянные российские атаки, ВСУ удается успешно удерживать ключевые рубежи, нанося потери наступающим подразделениям. Итоговая картина отличается от российской пропаганды не кардинально, потому что ситуация на самом деле сложная, очень сложная, но несмотря на заявление о разгроме украинской армии, ВСУ продолжают удерживать большинство позиций и демонстрируют готовность к активной обороне. Не забывайте подписываться, не забывайте оставлять лайки, подписываться на мой канал и на канал 24-го, два действия нужно всего сделать, оставить свой комментарий к тому же, ну и беречь себя, чтобы смотреть другие видео как минимум.